На доске сидели. Будет несколько ситуаций. Наука не сидели. Давайте, будет 4 пункта. На самом деле, может, было и больше, но не так важно. Итак, фунт-пирт. Они сидели на доске размером 1 на 9. В каждой клеточке по одному же. Давайте открой. Ну, давайте. Кольки. Нет, это было древноджут. Нет, сейчас поймете, почему это должно быть. Потому что эти 9 жуков взлетели. Воробьи. Вот так, воробьи можно. И после этого расселись в тех же самых. Выяснилось, что если 2 боробья были соседями, то они и останутся или соседями, или вообще подборят. Скажите, пожалуйста, может ли так быть, если это, что все жуки оказались не в тех клетках, где были изначально? Может. 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 Как? Нет, на самом деле система такая. Могло случиться, что нечетные жуки оказались в одной, но четной клетке. Все жуки могли вообще только в одной клетке оказаться? Нет, в одной данной тогда какой-то жук окажется на своем месте. А я говорю, чтобы... А другой будет соседей. Нет, чтобы никакой жук не оказался в своей клетке. Итак, нечетные жуки перелетели вот сюда, в четвертый клеток. А черные жуки куда вот и перелетели? В третью. Представьте себе, что у вас вот эти вот жуки, второй, четвертый, шестой и восьмой, что делают? Перелетели в третью. Вот абсолютно понятная картинка, да? Давайте выше. Один, три, пять, семь, девять. Перелетели в четвертый. Два, четыре, шесть, восемь. Перелетели туда. Три. Есть еще один вариант. Вариантов на самом деле много. Вообще вариантов таких полетов довольно много. Видите, пожалуйста, что-то в день жук, который оказался в третью. Пусть не в своей клетке, но в соседней. А и, скажем, в третью или в пятую, оказались в четвертый. Второй, четвертый в четвертый в четвертый. То есть жук оказался почти в своей клетке. Давайте теперь возьмем картинку сложного. Представьте себе, что был такой крест, тоже составленный весь из клеток. На самом деле не так важно, какого размера. Вот я рисую его вот таким, но на самом деле абсолютно не важно. Вот просто какой-то крест. Опять. Жуки, которые сидят в соседних по стороне или по углу, должны оказаться в соседних или в одной и той же, или в соседних по стороне и углу. Итак, давайте, жуки в соседних или в одну клетку, или в одну клетку, или что? В соседних. Или в соседних. Соседние по стороне и углу. Ну, на самом деле, ничего особенного не произошло, если мы считаем, что это соседние, только по стороне. Это здесь не так важно. Но важно, что я хочу доказать такое утверждение. Хотя бы один жук либо остался на месте, либо в соседнюю клетку. Это уже вполне себе математическая, серьезная задача. И слетают, и садятся опять в те же клетки. Не в те клетки были, а в какие-то клетки. При этом известно, что соседи обязательно оказываются либо в одной и той же клетке, то есть еще больше соседей, вообще в одну клетку, либо в соседних клетках. Это вверху там написано. Жуки соседья, или в одну клетку или в соседней. Задача. Правда ли, что хотя бы один жук останется на месте или перелетит в соседнюю клетку? Про полоску – это правда, и это надо суметь доказать, ребята. Сможете или нет? Хотя бы про полоску. Вы не знаете такого решения, которое создавали? Нет. Я вам сказал пример, когда ни один жук не оказался в своей исходной клетке. Но оказывается, что все-таки в своей или в соседней он обязательно окажется. Александр Иванович, можно задать вопрос? Да. А может ли быть так, что вот есть центр этого клетка, вот его соседние клетки, может ли жук вот прыгнуть через этот центр на вторую, на какую-нибудь добычу? Я не вижу, что это жук будет. Вы представьте картинку, есть жуки. А можно выйти показать, что я имею в виду? Да, пожалуйста. Может ли быть так, что этот жук прыгнул сюда или отлично? Ну, если условие с соседями соблюдено, то да. Ну, например, могу выйти, если просто оставить, что я писала, а вот эти три перелетели сюда, а эти три сюда. Почему нет? Важно, что каждый жук оказался в какой-то одной клетке. И соблюдено условие. Соседи перелетели либо в одну и ту же клетку, либо в соседнюю. Задача не очень сложная. Имеется полоска из девяти клеток. Начнем с самой простой. Полоска из девяти клеток. В каждой клетке сидит жук. О, сигнал. Они все прилетели, полетали, полетали, сели. Каждый жук сел в центре какой-то клетки. Известно, что если жуки были в соседних клетках, то они и окажутся после своего полета тоже в соседних клетках. Или в анну. Или в анну. Да. Задача. Докажите или опровергните, что какой-то жук либо остался в своей клетке, либо оказался в соседней. Вот у нас там наверху показан пример, когда не черные жуки все перелетели в четвертую клетку, а черные в третью. Никто на своем месте не оказался. Но, тем не менее, например, пятый жук оказался в четвертой клетке. В соседней, в той, где он был. Скочика длиной N. Да. Будем раскладывать с первого жука, чтобы в девятом будет то же самое, будет в обратном порядке. Первый жук не должен тогда, если противно, быть. Первый жук должен оказаться на третьем или следующем месте. Последний, тот, кто был на N, должен оказаться не на N и не на N-1 месте. Путь между образом P1 и образом N. Да. Надо бы просто пройти потихонечку слева направо. Смотрите, нарисуем график функции. Что такое график функции? У нас есть места. Что такое график? Вот первый жук должен оказаться на каком-то месте. На первом нельзя, на втором нельзя. Давайте я здесь построю. Двести, потому что нельзя. На каком-то месте он окажется. Понятно? Отлично. Первый жук будет на каком-то месте. После этого девятый жук. Где тут? На девятом месте нельзя, на восьмом месте нельзя. Где ты здесь? Согласна? Да, отлично. Замечательно. А теперь очень важная вещь. Что происходит с этими точками? Насколько точка может сдвинуться при переходе слева направо? На единицу вниз. Вверх. Помните? Соседние жуки. Соседние, это вот эти соседи. Переходят либо в один и тот же, либо в соседи. Ребята, вы имеете право сбегаться по вертикали на ноль клеток или на одну клетку. Хотите, я вам нарисую подробный график? Здесь у нас идет ось абсцесса, а здесь у нас идет ось ординат. Так, и теперь здесь один, два, дискретная непрерывность. Я рисую вот здесь вот вам волос из девяти клеток. Замечательно. Кто пойдет и напишет какой-нибудь маршрут для этих жуков? Какой-нибудь? Ну, например, давайте с места говорим. Куда сажать первого жука? Ну, допустим, на третье место. Допустим, на третье место. Куда сажать второго? На четвертый. Второго сюда, третьего куда? На третье. Дальше. На шестое. С четвертого на шестое, дальше. Пятый на седьмое. С пятого на седьмое. Где-то сюда пятого, а дальше. Шесть. Шесть. Шестого сюда? Да. Шестого сюда, дальше. С седьмого. Да. И с другого конца получить восемь. Нет, с другого конца. Куда теперь сажать восьмого жука? На шеверный. Да? Второй. Нет, сюда нельзя. соседний Симон. С седьмой. Первый. Да? Не седьмой, седьмой. Туда же куда? Седьмой, да? Да. Восьмого сюда, а девятого сюда. Пойдет? Да. Пройдет? Ну, замечательно. Такой путь есть. Теперь, что такое график для этого конца? Должь и просто. Первый жук оказался на третьем месте. Дальше они у вас идут вот так вплоть до какого жука? Вплоть до седьмого. После этого он на месте и потом спускается на одну клеточку. Согласны? Да. Отлично. Теперь давайте кто-нибудь другой. Вот вы, можете предоставать? Первого жука сажают на третье место. Дальше. Второго на шестое. Нельзя на шестое. У вас для второго есть теперь три варианта. Второго сюда. Дальше. Третье. Ну, хорошо. Вообще не обязательно так двигаться. Можно же на то же место можно назад поедить. Вы истите в доме? Да. Четвертого куда? Выставляем. На том же месте тебе третий. Хорошо. Дальше. Выбираем. Сюда, сюда или сюда. Давайте третий. Сюда же? Опять стоять на месте? Нет. Сюда. Пятый на месте. Дальше давайте. Шестого куда? К... К... Четвертый... Четвертый. Мне нужен кому-то интересный пример. Это то, что они все на месте стоят. Ну, хорошо. Ладно. Говори. На месте, тут на месте. Вот и хорошо. Дальше еще. Седьмого, с третьим. Седьмого тоже сюда? Или сюда? Восемь, прям четвертая позиция, пятая, шестая. Выбирайте сейчас. А еще лучше говорить, остаться, сдвинуться влево, сдвинуться вправо. Сдвинуться влево. Хорошо. Восьмого куда? Восьмого к второму. Остаться влево и вправо. Влево. Восьмой сдвинуться сюда. Дальше. Девятого. Тоже влево. Девятого тоже влево. Замечательно. Давайте нарисуем это. Начинаем в той же точке. Почему-то вы захотели здесь начать. После этого идем точно так, как уже шли. Дальше начинается отличие. Четвертый, пятый, шестой. Четвертый, пятый, шестой. Они будут вот так. Вот. Хорошо. После этого пошли куда? Пошли вниз. Вниз и вниз. Отлично. Такой график. Так, ребята. Все поняли, что такое вот эти перелеты жука? Да? Отлично. А теперь внимание. Как доказать, какой-то жук окажется на своем месте? Или на соседней дочке? Надо просто на картинке нарисовать. Первый жук оказался запрещены его первые позиции. Что значит, девятый жук оказался не на своем? Это значит, запрещены вот эти позиции. Господа. Значит, первый жук стартует вот отсюда. Давайте здесь на отличное слово старт. Вместе с третьей. А третьей. И с третьей, конечно. Старт вот такой. Все поняли? Давайте я заштрихую. Он начинает где-то здесь. Отлично. А где финиш? Где-то тут. Постарки всех есть. Вот здесь финиш. Ребята, теперь посмотрите, пожалуйста. Что значит, что жук остался на своем месте или на соседнем? Свое или соседнее место – это вот как? Свое – это вот эта прямая. А соседнее – это что? Такая прямая. Вот у нас есть такое место. Такой барьерчик. И теперь вопрос. Если вы начали здесь, а закончили здесь, можете ли вы не пересечь вот этот барьер? Нет. Потому что вы каждый раз сдвигаетесь по вертикали больше, чем вы делаете. Понятно? Вот если бы вы могли прыгнуть сильно, то вы бы его перепрыгнули. Да? Вот вы бы, если бы, скажем, были вот здесь. Это наша функция. Были бы здесь. И сдвинулись бы на три позиции сюда. Замечательно. И вы перепрыгнули. Но если вы сдвигаетесь только на одну, то это не преодолеется. Идея понятна? Разумеется, чаще всего математики применяют эту теорему не для ситуации, когда вот она такая хитрая, а дискретная, а для ситуации, когда у нас просто есть функция. Вот представьте себе, у нас есть отрезок от 0 до 9. И на этом отрезке вероятно будет. Что значит вероятно будет? Это значит такая кривая, которая как-то так не расположена. Так вот, господа. Если у вас есть прямая y равна x, то вот этот график обязательно достигает. Называется теорема Брауэра. Теорема Брауэра о неподвижной точке. Если есть отрезок, любым образом, непрерывно он отображен в себя, то обязательно какая-то точка останется на месте. То, что мы сейчас с вами сделали, Брюшуков, это дискретные варианты теоремы Брауэра. Поняли? Поняли? Отлично. Ну что, теперь вы достаточно готовы, чтобы перейти к второму пункту. Всего его мечты. Самый интересный и самый содержательный четвертый.